так ну чтож всех приветствую сегодня хотел бы поделиться такой интересный на мой взгляд и очень даже продуктивной новостью надеюсь что дальнейшем разработчики ивентов но в транс и так и в смп будут взаимно сотрудничать в дальнейшем и создавать такие уникальные ивенты как вот последний на который я так сказать успел за последний скажем так вот или полтора сколько и отсутствовал пепли вот и сейчас хочу сделать небольшой рейс по этому ивенту дабы показать вам как это сейчас все работает сама мысль как бы реализована очень-очень даже удачно и комфортно я бы сказал это что сделали не просто как было раньше доставку прицепа с одного пункта другой определенные там очки а именно сам скажем так переход какое-то какое-то другое так место в с помощью порталов кода вот и и и и сам факт того что это все настолько сильно реализовано так же самим звук грузовик грузовика немного беру чтобы более-менее меня было слышно как бы все эти звуки мы все знаем поэтому они нам особо как бы особо ничего нового не принесут но суд не в этом как бы если и в дальнейшем такие же ивенты будут проходить с такой же реализации то честь и хвала потому как это очень достойная достойное вложение средств и силы скажем так в идею проекта потому 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 как реализовать это как-то иначе сложно представить это как-то ищет это как-то ищет Сложно реализуемый проект по соотношению времени, сил и качества. Сложно реализуемый проект по соотношению времени. 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 Допустим, сюда я еду. Точку мы выбрали. Маршрут провозили. Теперь двигаемся к этой точке. Сложно реализуемый проект по соотношению времени. Даже можно еще звук убрать, потому как слишком слышимость. Постояние маленькое, где-то не больше ста километров в окружности. Куда мы можем довести этот полуприцеп. Но и то, даже когда мы туда довозим. Но его не просто отцепляем, как правило. А еще и делаем определенные манипуляции, от чего мы переходим в другую параллельную. Другой, скажем так, город и чуть ли не другую страну. Это, блин, просто восхитительно, скажем так. Я давненько такого нигде не встречал. И меня это очень сильно порадовало. Сразу просто ощущается заинтересованность у разработчиков. И самим игрокам тоже очень нравится такой подход. Я думаю, что это многие оценили. И судя по количеству максимального отыгрыша, большинство полуприцепов с ивента было доставлено по этому маршруту. Но еще как бы раньше было как. Ты один полуприцеп взял. С одного города в другой довез. Там также на складе его ставил. Поехал за другим. А здесь сейчас получается немного все иначе. Ты берешь этот полуприцеп. Отвозишь его в некую другую страну. Так, у нас весовой контроль. Да. Удя. 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 Проходим детскую лампу. хотя по идее мук проехать там же так вот многие коллеги лицом или не надо было пройти через него потому что я так понимаю этот участок дороги он платный и на него пускают только через весовой контроль то есть если ты по весам не проходишь соответственно ты не можешь выехать на этот участок вот у прицепа легкие по 15 тонн ехать недалеко пару минут приезжаем мы в точку где так же есть белая белая локация со снегом вот смотрите что получается дальше вон это локация на самом деле заеду выключаем двигатель и нам пишут для перемещения через портал нажмите enter или нажимаем и нас переносит совсем другое место даже скажем так двое остров с этими несколькими поселениями где мы можем довести плана довести прицеп но при этом при всем вопрос выкинула до точки выгрузки на 38 километров поэтому здесь зима зима зимушка зимняя здесь никого нет ни игроков не ботов просто тупо сам едешь очень тяжело слушается тягач потому что заснежена резина не зимняя соответственно с весом в 15 тонн особо не поиграешь на это учу поднял ленивцы поворотного дабы хоть немного сцепление было лучше здорово и можно кстати проверить если поднять полностью стоять ленивец у меня опять опущен мы его подумаем поднимаем ленивца жопу мне непонятно что в транспортном положении соответственно сейчас разгон более-менее нормальный нагрузка и это это по крайней мере тягачу вы так нет не таскает хотя бы что-то сделать хотя разгоняться смертельный выше 50 смыслами отъехать ну по крайней мере идет уже уверен и это очень хорошо ну вот мы добрались до точки здесь я парковаться не буду я автопарковщикам запаркуюсь вот и как бы чудом груз получается доставили нам дали таких сколько-то денег и опыта нет не судьба теперь мы переходим в раздел груза и соответственно здесь нельзя 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 вот нашли груз который в тот город который нет не довезли этим полуприцепы со снежинками соответственно мы уже с этой части с этого города придем туда но что самое интересное это конечная точка куда мы везем снежинки но потом разводим по городах этого конце вообще находится как-то не на общей карте на карте которая нам привычным а как-то отдельно вообще и за счет этого получается мы еще и полуприцепом ехать надо я правильно понимаю да он находится на этой на этой локации но в другой точке поэтому едем за полуприцепом и как бы когда мы сейчас заберем этот полуприцеп нас выкинет через этот же портал но только уже в другой точке именно где-то в пределах 100 150 километров от конечной точки доставки куда нам нужно заставить этот полуприцеп это очень увлекательная такая увлекательный такой ивент что тебе ты не скучаешь то есть интересно да он может быть немножко однообразным считаться потому что как бы ты полуприцеп взял поехал опять же тут в эту снежную точку перелетел на этот участок для того чтобы доставить и отсюда берешь другой если где-то недорос есть и везешь соответственно также через портал перелетаешь туда и доставляешь полуприцеп туда но скажем так один одному до 1 скучно я не спорю вода у тебя бригада товарищи единомышленников то вам группа играть интереснее и так здесь я уже сегодня был знаю как пуском короче как но и так как в в в А вот он. Я смогу подсыпать. Тут музыка играет своя, поэтому атмосфера праздничная. Так. Цепляемся. И опять же, мы прицеп взяли. И теперь выбираем точку на карте, куда мы... Откуда мы хотим стать помнить. То есть, как бы... Ну, я думаю, что можно и так же... А нет. Сюда нельзя. Получается, у нас по окружности раз, два, три. Ну, четыре точки. И самое ближайшее у нас оно получается. Вот оно. Откуда я ел. И едем туда. Да. 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 У нас не сходят. И... машин. Это настолько увлекательно и интересно, что... это, грубо говоря, обычные покатушки, да, но в то же время... они очень интересные. Они очень интересные. Со своим профицитом... Anybody так сказать? Ну, самимый... Я же. Я иду с нами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не зря люди деньги-то получают, скажем так Вот Это снежное облако Останавливаемся, тушим, зажигаем и перемещаемся И у нас сейчас выкинет как раз расстояние 100 плюс километров в точке доставки Вот Вот мы уже на месте Мы уже на месте где-то тут на платном участке или за платным участком Открываем карту И смотрим В районе Гаура, Франция Вот Ехать нам Ехать нам 903 километров Вообще чуть-чуть Вообще чуть-чуть Осталось это все присутствует Но Само вот это вот нововведение в плане перехода с одной локацией на другую С помощью портала такого рода Я считаю это достойное внимание, уважение и того, чтобы люди просто даже чисто ради интересов покатали Посмотрели Посмотрели Что такие мероприятия не так часто вообще в принципе проходят Я не беру во внимание трекер СМП, потому что там постоянно топовые, скажем так, планы компании проводят Кто-то подобие этого Ну что ли Что это такое Открываем Да Продолжение следует... 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 Продолжение следует...